Эдуард Успенский советский и российский литератор, сценарист, драматург, радиоведущий, автор детских книг, создатель Гены и Чебурашки, дядя Федора и Кота Матрускина, детективов Колобков и других ярких персонажей. Его сочинения, переведенные на десятки языков, радовали миллионы благодарных читателей по всему миру. Сам автор считал свои книги проповедями, с помощью которых он разговаривал со своими верными поклонниками. Успенскому было 37 лет, когда была издана сказочная повесть «Дядя Федор, пес и кот». Это произошло в 1974 году. А вообще, главные герои Простоквашина появились в воображении Успенского, благодаря его работе с детьми в пионерлагере. В то время он работал в детской библиотеке, и детям нравилось слушать увлекательные сказки вживую, которые так умело сочинял Эдуард Николаевич. Правда, вот дядя Федор изначально был вовсе не мальчиком, а лесником, который постепенно поменял образ, став сверстником слушателей. Эдуард Успенский. «Каникулы в Простоквашино». Главы из книги. Торжественное начало каникул. Как-то неожиданно придвинулся месяц май. Только что на деревьях почки были, лужи сверкали скользкие, общая влажность была, а тут раз-два и все высохло. Листья возникли, жухлая трава зазеленела, и в школе занятия закончились. Дядя Федор стал в деревню проситься. Там кот Матроскин и Шарик меня заждались. Мама не хотела дядю Федора в деревню пускать. Она говорила папе. Только я отучила его от деревенских привычек, беганья и мотания на велосипеде. Только я его к театру приучила, к компьютеру, к книжкам, к сидению за столом по пять часов, как он опять на волю просится. Папа сразу сказал, у него от компьютера глаза квадратными получились. Потом раскипятился и произнес целую речь. Да от твоего сидения за столом он по полчаса разогнуться не может. Да он от городского воздуха совсем зеленым стал. Ему при таком маскировочном цвете спецназ идти хорошо. Его в лесу даже свои не найдут. Пусть в деревню едет. Мама поскрипела, поскрипела немного, да и согласилась. Пусть. Кот Матроскин и Шарик дядю Федора на тракторе на станции встречали. Они от радости сразу на нем повисли и все вместе на землю шлепнулись. Как только наши приятели сели на трактор, зеленый дядя Федор заявил. Вы как хотите, а я все лето буду отдыхать. Я буду торжественно ничего не делать. Это как? Спросил кот Матроскин. А так торжественно лягу на лужайке, книгу подложу под голову и буду лежать весь июнь. Загорать, на облачка смотреть. Матроскин говорит. Ой, я сейчас приеду, только свеклу доварю, мурку мою подаю, в магазин сбегаю, за свет заплачу, кое-что стирану и тоже буду торжественно отдыхать весь июнь. Еще июль прихвачу. Ня, говорит Шарик, а я буду все лето работать. У меня летом самый фотосезон. И верно, Шарик летом со своим фоторужьем не расставался. Он мог его с закрытыми глазами, как автомат Калашникова, разобрать, протереть и снова собрать. Твою беготню с фотострелялкой и работой назвать нельзя, сказал Матроскин. Так, сплошное скакание по полям. В общем, скоро дядя Федор улегся на поляне. Книжка под голову, шарик рядом лег, потом и Матроскин пристроился. Тут Пеечкин идет со своей почтой. Чего это вы тут делаете? Мы ничего не делаем, торжественно. Это как торжественно? Спрашивает Пеечкин. А так, говорит Матроскин, и вызывающе. Они весь июнь так собираются торжественно ничего не делать, говорит Шарик. Ой, кричит Пеечкин, я сейчас только почту разнесу и тоже к вам присоединюсь. Мне очень нравится такое торжественное занятие. Скоро он к ним присоединился, расстелил свой плащик и у них беседа началась. Меня вот что беспокоит, говорит Матроскин. Моя корова что-то стала мало молока давать. Все думаю, как надую и увеличить. Пеечкин сказал, сейчас в Европе новые методы применяются. Это я в журнале прочитал. Надо коровам музыку ставить перед носом. Тогда они сразу больше молока давать начинают. Какую музыку им надо ставить? Спрашивает Матроскин. Я не запомнил, говорит Пеечкин, что-нибудь с травяным уклоном. Например, вальс цветов или что-нибудь Сен-Санса. А Сен-Санс-то здесь при чем? Удивился кот. Не знаю. Может быть, чем-то с сеном связано. Надо веселую музыку ставить, говорит Шарик, чтобы молоко не скисло. Чего тут долго думать, говорит дядя Федор. У нас одна только музыка и есть. Я на чердаке проигрыватель видел со старыми пластинками. Пробуй, Матроскин. Матроскин сразу свой торжественный отдых прекратил и на чердак полез проигрыватель доставать. Он его быстро нашел. Нашел еще несколько пластинок. Быстро все это на табуреточке к Муркиной двери пристроил и пластинку завел. Там певица по фамилии Шульженко песню пела про валенки. Корова Мурка песню про валенки не очень поняла. Она из сарая выглянула и обратно в сарай ушла сено дожевывать. Вторая песня была Калинка-малинка. Она Буренке больше понравилась. Буренка ее всю до конца дослушала, но опять ушла. Матроскин, чтобы ее привлечь, рядом с проигрывателем несколько овощных пирожных положил. Молока сегодня будет, решил он, на всю деревню хватит. Торжественный отдых не получается. Вдруг неожиданно грибы пошли. Полон лес грибов. Никто их не ожидал, а они из-под земли как по команде вылезли. Дачники еще не понаехали, поэтому грибов целый лес получился. Дядя Федор, Матроскин и Шарик немедленно за грибами отправились. Я одно место знаю секретное, говорит Матроскин дяде Федору. Пойдемте-ка туда. Не надо нам никаких секретных мест, говорит Шарик. Сейчас все места секретные. Везде полно грибов. Правильно, говорит дядя Федор. Мы сейчас будем грибы, где придется собирать. А твое секретное место на тогда оставим, когда грибы кончаться начнут. И верно. Грибов было столько, что только собирай. Очень скоро корзинки у мальчика и кота были полными. Эх, обидно, из леса уходи. Говорит дядя Федор. Вон еще сколько грибов осталось. Еще обидно, что белых маловато, говорит Матроскин. И тут ему одна мысль в голову пришла. Ну-ка, Шарик, подойди ко мне. Ты умеешь по запаху сыроежку от белого отличить? Не знаю, не пробовал. А ну, закрой глаза. Это что за гриб? Шарик нюхает и говорит. Белый. Правильно. А это? Сыроежка. А это? Опять белый. Отлично, говорит Матроскин. А сейчас я отойду на пять метров. Какой гриб у меня в руке? Шарик носом потянул. Белый. А сейчас я на десять метров отойду. Какой гриб я держу? Шарик воздух нюхает. Сыроежку. А сейчас белый. Матроскин говорит. Дядя Федор, ты все понял? Что я понял? Спрашивает дядя Федор. Ты понял, какая от Шарика может быть польза? Какая? А такая. Мы сейчас домой пойдем, а наш папарацци в лесу останется. Он по запаху нам грибы будет собирать. Белые. И в кучку их складывать. А мы к вечеру с тележкой вернемся. Шарик даже рот раскрыл и стал лапами водить, как будто он тонет. Дядя Федор, как же так? Я же фотографический пес, не грибной. Это верно, согласился дядя Федор. Но грибы в доме вещь необходимая, потому что грибы и мясо и овощи и даже фрукты заменяют. Насушим их целый мешок. Меньше будем в магазин за продуктами ходить. Меньше будем денег тратить, сказал кот. Так они и сделали. Дядя Федор и Матроскин с корзинками домой пошли за тележкой. А Шарик остался грибы нюхать и в кучку их складывать. Он много грибов собрал. Когда дядя Федор и Матроскин с тележкой вернулись, там столько грибов собралось, что они еле-еле в тележку вместились. Матроскин все переживал. Эх, жаль, я не догадался, чтобы Шарик грибы и чистил заодно. Вон сколько мусора мы на корешках везем. А Шарик так грибов нанюхался, что слышать о них больше не мог. И когда Матроскин грибной суп варил, Шарик всегда к почтальону Печкину убегал журналы про охоту читать. Редактор субтитров А.Семкин